Казанский федеральный университет Казанского федерального университета рассказали о том, как стать частью большой семьи выбранного направления. Каждый из дней традиционно начинался со вступительной речи ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Александра Бибика. Он отмечал основные моменты, общие для всех институтов. А затем каждый из представителей конкретного говорил об особенностях. Гостями первого выпуска стали представители Института фундаментальной медицины и биологии Елабужского института, Юридического факультета, Химического института имени Бутлерова, Института математики и механики имени Лобачевского, а также Института управления экономики и финансов. Ну что, добрый день, дорогие зрители, дорогие абитуриенты, их родители. В эфире марафон «Прием КФУ-2024», где на протяжении уже трех дней мы будем знакомить вас с приемной кампанией 2024 года в Казанском федеральном университете. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях, наши специалисты приемной комиссии ответят на них, ну, либо самые интересные мы постараемся озвучить в прямом эфире. А за самые креативные вопросы мы обязательно вручим вам подарки, но, впрочем, к этому мы вернемся немножечко позже. Второй день стал полезен для абитуриентов других направлений. Выступали представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Набережная Челнинского института, Института психологии и образования, Института физики, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. В завершении Александр Бибик подвел итоги второго дня. Модераторами беседы также по устоявшейся традиции стали Александр Фирсов и Арина Мухамедшина. Много ребят поступают после среднепрофессионального образования. Это выпускники как училищ, так и профильных образовательных учреждений. Много вопросов, я так понимаю, возникло на том, когда был Институт психологии и педагогического образования, потому что в Казани есть очень хорошие колледжи педагогические. И поступление выглядит следующим образом. Эти ребята также подают документы с 20 июня. Требуется тот же набор, абсолютно тот же. Только вместо аттестата это документ об образовании, это уже будет диплом об образовании, об окончании среднепрофессионального учреждения. И у этих ребят есть возможность поступать как по результатам ЕГЭ, так и по внутренне вступительным испытаниям. И, наконец, на третий, завершающий день для гостей выступили представители оставшихся институтов. Со зрителями поделились тонкостями своих специальностей спикеры от Института международных отношений, Института вычислительной математики и информационных технологий, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института дизайна и пространственных искусств, Института экологии и природопользования, а также Института филологии и межкультурной коммуникации. Онлайн-марафон. Мы старались немножко осветить правила приема поступления в этом году. Конечно, в дальнейшем будет еще больше событий. Нужно следить за нашими соцсетями, где мы, чем ближе, приближаясь к приемной кампании, будем больше уделять этой теме времени и рассказывать уже какие-то моменты, на которые следует особо обратить внимание при поступлении. Но каждый институт имел право рассказать о себе в рамках этого марафона. Такое заявительное, презентационное, небольшое выступление каждого института. Вот по тому, что я видел, каждый институт довольно-таки корректно рассказывал. И не только у себя, но и о правилах поступления. Трансляции, пусть и завершенные, можно посмотреть в записи в официальном паблике Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте. И узнать для себя множество особенностей, которые потребуются для поступления. Двери вуза всегда открыты, а ждем мы именно тебя. Елизавета Газизянова, Универ Новости.